Вместе с Эстонией только семь стран соответствуют международному стандарту чистого воздуха. Дыши пока дышится. Да, это по выбросам СО2. Штрафы говорили, что платить надо большие за выбросы, поэтому шахты надо закрывать. А теперь, оказывается, у нас чисто. В ветряке стоят, электроэнергию вырабатывают, чистый воздух. Только что нам говорили, что сегодня будет с 8 до 9, по-моему, самая дорогая цена электроэнергии. 500 евро, говорили, будет. Да, а здесь сейчас перепишут по стиме, что наконец-то стали стабильные цены. Но они вчера передавали в новостях, что наконец-то нашли, в каком месте кабель повреждён. Но на восстановление этого повреждения надо будет полгода. Но при этом они ещё не нашли, кто это будет делать. А как они решили, что полгода? А может быть, меньше, может быть, быстрее фирма сделает. Короче говоря, кому как нравится, тот так и пишет. Да. Тот-то нам и вкладывает в голову. И как хочешь, так... Ну, правильно говорят, читай между строчками. Или вообще не читай. А ты меня пугаешь. Я тут икру вон, окуня, жарю. А ты меня пугаешь этими ценами ужасными, выбросами CO2. Ну, это то, что пишут, то я тебе и читаю. Ну, ты... Что чёрный шоколад цены вдвое взлетят. Ну, что это за новость? Нет, вдвое. Во сколько? А очень высоко взлетят, написано. Так что ты мне тут тоже мою информацию не... Не передёргивай. Ты сейчас мне ещё найдёшь, что шоколад вреден для зубов. А цена на ремонт зубов дорого стоит. Всё сладкое вредно для зубов. Так что тут даже людей не надо искать. Так, с завтрашнего дня в творог тебе не добавляю ничего сладкого. Меня нет, не касается. У тебя что, зубы особенные? Конечно. А что это, конечно, в связи с чём это? О, смасует. Ты хоть слух об этом не произноси. Ты на ночь... А чего стесняться? Ты на ночь в стаканчиках кладёшь? Нет. Это тоже выдумки. Ну, ты видишь, ещё до сих пор до этого не дошёл. Молодой ты у меня ещё. Ого-го. Куда Патрика дел? Вот, Патрик, иди покажись маме. Иди, иди сюда, иди. А то он по тебе соскучился. Иди, иди, иди. Соскучилась, конечно. Не хочет он к тебе даже выходить, как он соскучился. Конечно, я только поменяла, ему всё чистенькое. А он обратно туда залез сразу же. Да. И по центру все салфетки, все пелёнки. Всё по новой. Молодец мальчик. Зато потом покушал. Время 15-12-го. И он даже на улицу не просится. Видишь, какой у тебя хороший мальчик. Не дёргает тебя с утра пораньше, как он других собачки выводит. Ещё с 7 утра нет. Видишь, уже только что строчки выше эти читал, а сейчас строчка ниже. Сколько стоит электроэнергия в Эстонии сегодня и завтра? Смиг и грех над этим. Вот не надо открывать. Что говорил профессор Преображенский? Не надо читать с утра газеты. Они портят настроение и аппетит. Время 15-12-го ты в час будешь обедать. Нет, не испортишь. Ты прочитал, закрыл и забыл, да? Да. Но от меня это зависело бы. А я натура впечатлительная, тонкая. Меня жалеть надо. Правильно я сказал, что я твой компьютер в окно выкинул. Ты что, с ума сошёл? Вот, впечатление сразу снимет. Практически 1000 евро компьютер стоит без малого хвостика. Мне твоё здоровье дороже. Да? Да. А ты тут начинаешься и ходишься на день охаешь. Начитаешься. Я не читаю. Это я тебя слушаю. Нет, ты именно у себя там читаешь. У себя я не читаю. Читаешь. А вот тебя я слушаю. Так, поэтому какой вывод надо сделать? Молчит. Я вывод и сделал, замолчал. Вообще никакой информации, чтобы ты не получала. Спасибо. Такая вот икра из свежевыловленного окуня. Вкусно. Непередаваемая вкусно. Вот. Кто-то новости читает. А кто-то тут шуршит на кухне каждому своё. Я подарю тебе звезду. Судьба. Ой. Стреляет. Судьба. Судьба, как муж говорит. Каждому своё. Кто на что учился. У вас тоже так мужья говорят. Кто на что учился. Я не училась на повара. Не, не, не. На повара я не училась. Ой. Вот. Занимаюсь такой рутиной. В промежутках между тем, как отвечаю зрителям своим на комментарии. Вот так вот и кручусь, как белка, с утра до вечера, чтобы каждый день видео снять. А вы как думали? Труд – это такое дело. Интеллектуальный труд. Надо же думать, о чём говорить, как говорить, что надо сказать. А о чём лучше промолчать. Ой. Красиво. Вкусненько будет. Вот такая вот красота на ужин. Так сопит. Похрапывает. Это моя зайка. Это моя зайка любимая спит. Такое место есть. И две меховушечки. И подстилочка вот такая вот. И тут батарейка. Нет. Поспит, поспит здесь. И бежит между тапками рядом с нами спать. Чтобы чувствовать, чтобы чувствовать рука на пульсе, что мы никуда не ушли и не уходим и не собираемся никуда уходить. Палки-палки к нашей соседке. К нашей соседке, к Люсе, наверное, приехала скорая. Вот она вот в этом доме живёт. Вот здесь вот. Вот в этом окошечке. Вот в этом окошечке. Она всё время говорила мне, что смотрит, как цветочки у нас в саду цветут. Такая женщина приятная, милая. Господи, хоть бы всё обошлось. Дай Бог, чтобы всё хорошо у неё было. Господи, помоги ей, пожалуйста, чтобы она нормально себя чувствовала. Такая женщина милая. С собачульками гуляют. Да, песочек собирают, как хорошо. Будет чистенько и опрятненько. Уши, 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 дай. Чистенько старается, как вымести. Уже третий заход у него туда-сюда ездит. Патрик, этот Патрик, поелый, весёлый, тут бегает, суетится. Ну, Владимир Андреевич, приступайте. Приступаем. Патрюш, нам теперь покушать тоже дай. Ты покушал, теперь нам. Авокадо с чесночком. С оливковым маслом. Да, немножечко. Немножко недоспелый авокадо. Нормальный. Покупал он был просто деревянный, вот этот авокадо. Ты моя такая лапа, ты моя лапа такая, да, лапа. Ой, 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 лапа, лапа, лапа. Убежал. Он курицы ждёт от тебя. Ты защиту ищешь. Когда ты ему курочки дашь. Давай, прыгай, прыг. Ну, давай, прыг. Патрик, ты всё получил, и мясо, и курицу. Что вы там сказали, он вернулся. Всё ты получил уже. Вкусно. Приятного аппетита. Те тоже. Ой, Кукленок. Ой, ты умница у меня. Что значит, вкусно накормила, а? Нет. Всего лишь одна фраза. Не уберёшь к вечеру, ты голодный. Так что... А здесь только коврик надо почистить. Больше ничего такого не надо. Всё равно убирать-то надо. Умница. Иначе без еды буду. Умница. Не покормишь. За что тебя и люблю, что ты умница. Да, всё из-под палки делаю. Кто тебе такую сказал глупость? Заставляешь? Ну, иногда. Намекаю, намекаю, намекаю. Ну, твой намёк, это что, швабры по голове? Нос. Ну, пахалась, что ноги даже не поднимаются. Да. Сказала бы, если попало, что муж избил. Конечно. А кто же ещё? Надо музыку включить. И чтобы танцы, танцы были. Ну-ка, ещё раз покажи. Танцы, мальцы. Танцуют все. А где основной танцор? Идём там. В комнате, что ли, спрятался. Подальше. От греха подальше. Быстренько ты справился. Раз, два и готово. Патрюша, а ты что тут ищешь? Моё солнышко. Вон, как улёгся. Как улёгся он среди своих игрушек. Ты мой зайчик. Зайчик мой любимый. Да. Значит, потеплело. Вон уже и бабулечки вышли на улицу. Он беседует, встретились. Новости друг другу рассказывают. На улице уже... У нас здесь, я смотрю, плюс три, но, наверное, побольше немножко. Смотрите свою берлогу, да? Да. А он сейчас бытаный лежит и убежит. Вот так вот на пять минут поднимешь мужа с дивана, и он опять брык на диван. Все развлечения. Нет, сейчас ещё на улицу пойду развлекаться. А чего ты туда пойдёшь? Как чего? Птичек кормить. А, кстати, там один шарик только остался, я посмотрела. Как они быстро съели шарики-то воробьи. Что-то им понравилось, они во вкус вошли, а то шарики другой раз по неделе висели. Шарики жирные, да? Жиров требуется для сил, чтобы птенцов выселить. Выселить, выселить, да. Оговорка, потому что он так сидит и заглядывает мне томно в глазки, чтобы я команду дала, чтобы ты его с собой взял. Птичек покормить. Ты что, хочешь своему лапу помыть? Нет. А что ж ты тогда болтаешь, провоцируешь ребёнка? Это он меня провоцирует. Он? Он никогда не провоцировал. А вот ты провокацию устраиваешь. А ты мне грубишь. Я не грублю. Меня это просто расстроило. Завтра позавтракаем. У меня же завтра халтурка. Какая у тебя халтурка? В миграцию надо ехать. У меня и декарта кончается. Надо новую заказывать. Сколько это будет стоить? Вот это я не помню уже. Ну, по крайней мере, около 40 евро, да? Было, а сейчас, может быть, дороже. Наверное, так же осталось. Ты можешь очень сильно удивиться, приехав туда. Когда в два раза уезжают цену. Так что на всякий случай готовь все в нашем царстве государственного. Может быть, цены ползут вверх, а пенсию только 1 апреля дадут. В день смеха, наверное, решили чуть-чуть добавить. Немножко посмеяться. Да. Ну, чтобы мы сильно не возмущались. Да, ерунда, там 300 тысяч человек повеселит. Слушай, они говорили, что довольно большая сумма из бюджета пойдет. Ну, если 10,6 процента, то, конечно, большая сумма. Я же тебе говорю, 330, по-моему, тысячи, чуть-чуть больше там. Пенсионеров-то? Пенсионеров, да. 330, так вот, 10,6 процента нам добавят к пенсии. Ой, а сколько отберут с налогами? Это через год будет, да? Через годик. Ну, в среднем там они подсчитали. 130 евро за год. А с какой суммы, не помнишь? Там 750 вроде, да, или с какой суммы там высчитывают? Слушай, не знаю, там же на следующий год уже 820 будет уже минимальный доклад. Ну, в общем, пока все покрыто неизвестностью. Но пока радуемся. Есть возможность радуемся. Не радоваться, а жить надо одним днем. Не вперед не заглядывать, не о прошлом не жалеть. Вот и все. Ой, какой ты у меня умный. Сейчас опять напишут. Какой молодец, Владимир Андреевич. Жизнь заставляет. Причем здесь молодец? У тебя плохая жизнь? Нет. Поела на диван? Просто человек такое существо. Сейчас ходит, завтра уже не ходит. Человек такое существо, что всем недоволен. Нет. Что не делать, все плохо. Не надо. Я вот доволен всем. И я довольна всем. Хочу, что ты тогда говоришь, обобщаешь тут. Обманывая. Скорую около Люсиного подъезда увидела, расстроилась. А чего расстраивалась? Грустно. Ну и что? Как, ну и что? Все-таки все меняется. Она такая женщина приятная. Дай бог ей здоровья. Может, это не она. Ну, а в том подъезде больше некому. Как, соседка у нее одна. Не, ну, Люся же сколько, 86, по-моему, исполнилась. Ну, она выглядит в жизни не подумаешь никогда. Ну, она жизнерадостная такая. Да, всегда модненькая. Очень приятная женщина. Пишите комментарии, ставьте лайки. Как ты давно об этом не говорил. Ну, надо же тебе работу подбросить. Счастья вам, любви и здоровья. Чистого неба над головой. Заходите, пишите. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok